здравствуйте все дорогие зрители старенькие кто меня давно смотрит новенькие которые волей судьбы закинет на мой канал меня зовут джая представляю для новеньких что будем чуть-чуть писать видео девочки честно скажу четвертый день нету интернета в гестхаусе это во первых два дня назад села писать видео писала как обычно почти два часа а потом пытаюсь уже закончила думаю пойду в кафе закину да потому что ну нету интернета я хочу выключить запись осмотрю она выключена я думаю что такое думаешь сама как-то выключилась потом я открываю камеру а там записано всего лишь две первых минуты и вы знаете меня так это обломала твою блин в жару сидела почти два часа как обычно да ну делала макияж и толкала прописные истины и ничего не записалось понимаете и короче два дня я была обижена на телефон думаю все не буду писать ну вот не было желания писать видео понимаете какое-то у меня такое состояние как вам сказать состояние тюленя просто там с утра встаю делаю йогу готовлю обед в обед кушаю до вечера просто лежу просто лежу там думаю о том осел какие-то лекции слушаю понимаете просто ничего не хочется может это связано с днем рождением завтра у меня день рождения завтра то бишь 22 октября сегодня у нас 21 октября 5 часов вечера индия решикеш и мой любимый гист хаус замечательный короче девочки завтра мне исполняется ровно 48 лет пойдет 49 может быть с этим связано такое не то что настроение плохое нет ни стран настроение неплохое а просто знаете и чувствую я себя хорошо как бы и по здоровью и психоэмоционально просто вот ничего не хочется делать честно просто поел и лежишь пришел думаю о том и все как-то так вот знаете вот вот а сегодня думаю сейчас сейчас тоже а может это меня украинский борщ сваливает с ног девочки потому что я уже 22 раза подряд то есть позавчера вчера надыбала здесь этот свекла морковка капуста и чуть-чуть фасольки красной и вот я уже вот эти дни подряд готовлю вот такой борщ вегетарианский то есть фасоль да и поджаренный лучок морковка свекла капуста а вот и такой получается вегетарианский хороший борщ с домашним майонезиком я сама делаю майонез вот у меня с собой есть этот миксер и вы знаете у тебя две тарелки полных как накидаюсь и потом лежу как тюлень мне так хорошо вот мне так хорошо от этого борща ничего не хочет девочки вот честно вам говорю серьезно я с вами всегда честно все рассказывают о своих состояниях я не буду брехать что мои я вас так всех люблю так за всеми вами скучаю девочки мне нравится в общем то писать видео с вами общаться в комментариях я к вам ко всем очень уважительно отношусь именно поэтому да я отвечаю всем на ваши комментарии то есть я смотрю что многие блогеры они вообще не отвечают на комментарии своих зрителей вообще ничего уже я же тоже зритель для чьих до в чьих-то youtube каналов то есть достаточно много там что-то я смотрю когда есть интернете вообще могу с утра до вечера у меня там этот youtube открыть дата я того блогера смотрю того то лучше же много даже просто интересно посмотреть на людей как бы кто чего да как бы это и я смотрю так вот им много людей пишут комментарии очень много как граждан комментарии 100 штук понимаете а ответа ни одного я не могу так девочки мир какая то есть взаимности у меня есть такое что человек мне написал значит он ждет ответа может быть я по себе сужу что если я напишу я тоже буду ждать ну как бы взаимности ответа поэтому я люблю писать видео люблю делиться чем-то интересным до частью каких-то знаний полезных для для жизни человека до чтобы вы могли девочки я в обычной маечке я уже сегодня не одевала не платье я в теплых штанах ну что уже вечером слава богу температура спала видите я сухая сижу днем у нас 29 выше кеша ночью даже вот 1617 но вечером там 20 22 и к вечеру всегда подымается ветер холодный сбор и всю ночь буквально там до 9 утра дует просто холодный ветер то я сплю теплые такие теплые что мы знаете такие как плюшевые или как они называются такие ну майка такая обычная майка зато новые серьги девочки я купила не удержалась серьги на не особо дорогие но очень хорошие по качеству такие прям видите добротные да потом поближе покажу вам мне волосы высыхают то я мыло волосы сохнут почти высохли уже вот мне нравится писать видео до давать хотя бы часть там введение скажем тогда введите ческие знания чтобы эта информация уже вас натолкнула на разум до чтобы разум включился начал работать совет полезно это пусть даже по косметике знание чуть-чуть джотиша вот я ценю уважаю дорожу каждым человеком который на меня подписался мою да да на мою домовую и ютубную книжку моя домовая книжка вот ценю каждый комментарий донаты которые девочки присылают все это все ценю уважаю и так далее а вот это честно просто не люблю просто так орать знаете орать то чего нету и девочки меня не было я соскучилась ой обожаю обожаю люблю люблю там этом не могу там как люблю да если я не вижу людей уважение просто как человечеству просто как к людям уже я же понимаю что вы живые люди мне пишут я уважаю я ценю выражаю свою симпатию и моя любовь она такая безусловная но орать вот это мои так соскучилась пять дней меня не было чмоки чмоки там кому орать да то есть поэтому честно скажу девочки эти пять дней даже особо не скучала я думала о вас всех то что надо писать видео что девочки ждут там это это интересное рассказать ну честно вам признаюсь эти пять дней особого не было настроения ну и вот попыталась записать видите а видео не записалась слетела и чувство скучания что надо быстренько же писать новое до бежать в кафе его закидывать прям такого дикого чувства скучания я почему-то не испытывала вот честно вам говорю просто такое наедалась борща этого своего и видать у меня все чувства все мозги уходили в желудок вот я даже и не скучала за ютубом за это же на канал не заходила свой смотреть есть там новые подписчики нету пару дней зашла смотрю за один день пять человек отписалась я думаю значит моя правда то о чем я говорю в своих видео наверное кого-то очень задело а вот как говорится на варе и шапка горит да что я наблюдаю такую тенденцию что другие люди да в youtube они выкладывают видео свои нелепые глупые видео где они ведут себя тоже нелепо и глупо и у них подписчики прям набираются вот вагонами как только я выкладываю свое видео обязательно несколько человек обязательно несколько человек с каждым моим видео отписывается я могу это расценить только то что то что я затрагиваю такие важные темы и люди там наверно где-то там ухо какая-то сегодня прицепилась троите отсюда и люди наверное посмотрите какие индийские наглые мухи прям лезет в голову вот это муха какая-то одна летает вот она сегодня весь день летает и пристает ко мне я уже гоняла ее гоняла но убить не могу я же я же следую ахимсе путь не насилия до вегетариан поэтому я гоняю такие отмахиваюсь но не убиваю этом помада не потекла то такая не особо помада это как это прочная я даже особо не красилась вот девочки так подвела чуть-чуть карандашиком и села и даже краситься не будем единственно девочки я купила тушь недавно где-то недельку назад в магазинчике увидела тушь раньше не было вы диска и производства иди красиво да такой плотный картончик оформлена красивая очень красиво я думаю наверно тоже пипец вообще супер думаю даже взять то у меня закончили девочки смотрите как сделано красиво вот видите как красиво сделано вот 150 рублей 150 рублей вот хочу протестировать скажем так правда честно скажу я ее уже открыла не утерпела первое впечатление не очень сегодня попытка номер два ну так вот девочки с каждым моё моим видео игру даже вот за один день недавно за один день 5 человек отписалась одну значит кому-то попало моё видео по голове ну как говорится на море и шапка горит потому что там видать люди когда слушают моё видео они там узнают себя или я говорю о таких вещах и люди знаете как воспринимают она вегетарианка чем мясо кушать это плохо это ты плохая все я отписываюсь от тебя поймете люди не могут пережить правды тем более почему сразу я плохая это веды говоря это бог говорит я лишь цитирую я лишь передаю я лишь цитирую и что я уже виновата что мясоеденье это греховное действие которое нарабатывает плохое пару и человеку и всему человечеству и в итоге мы имеем войну но не только из-за этого там еще есть фактор касаемо родовой понимаете люди они не имеют мужества даже признать свои ошибки в таком случае значит бог не прав творец этого мира почему сразу я не права ну понимаете да девочки вот поэтому давайте я вам покажу сейчас серьги попробуем тушь может еще о чем-то поговорим у меня есть на рассмотрение один вопрос скажем так хочу ответить на вопрос который я слышу последнее время и от людей которые живут на территории россии которые живут на территории украины и у них такой вопрос ну когда же это все закончится я знаю чтобы я хотела им ответить так как бы может мой ответ будет тоже кому-то также интересным ну естественно мой ответ девочки вряд ли мало кому понравится хочу вам показать сережечки девочки недавних видео я вам показывала до что мне арджуна со своей там купил сережечки серебряные такие кругленькие маленькие и там вставлены 9 натуральных камушков на ваграха то есть каждый камушек который принадлежит вернее который курирует каждая из планеты да ну поскольку я же ведический астролог девочки чего вы думаете с одной стороны чуть-чуть разочарование совсем крохотное ну такое знаете а с другой стороны радость на днях когда вчера позавчера я пошла к своему ювелиру прихожу и говорю шивом мне надо вот есть у тебя что-нибудь самое самое дешевое из серебра говорю мне надо серебра хочу побольше взять пошел не надо для родовых практик там в жертву не надо приносить какое-то количество граммов серебра он такой да есть он достает целый мешок там куча пакетиков и там куча разных сережечек ну куча куча всего ну и пока он это доставал я ж у глаза на прилавок уже где лежит более-менее такое хорошее всякое глаза на прилавок раз раз пробежалась глазами и смотрю лежат серьги девочки вот так они выглядят то есть такая застежечка я вот люблю именно такие застежки я не люблю когда гвоздики иногда я вижу очень красивые серьги да и по цене и пока ну вообще но из-за того что там гвоздик я уже их не беру вот не знаю почему не люблю гвоздики я больше всего люблю либо вот такой замочек либо как это называется английский да либо вот такой девочки посмотрите какая прелесть ну по крайней мере для меня прелесть видите вот это все круглое и там видите серьги один в один практически как мне до купила рджуна только здесь другая застежка и здесь видите из серебра есть вот эти украшения еще снизу вот здесь чуть-чуть и вот здесь то есть вот этот круг да с камушками один в один как в тех сережечках но в этих серьгах видите круг во первых этот он побольше то есть они побольше эти серьги соответственно камушки побольше и здесь есть дополнительный декор вот как как бусинки да здесь три бусинки его здесь на низу тоже и они выглядят во первых они побольше и они выглядят более так как это сказать более представительно пошател да там просто вот этот круг с камушками он поменьше практически ну да практически в два раза он поменьше и просто что поддеть на ушко да ну сама вот это одевалочка а здесь они выглядят уже более так представительно девочки видите да ну или вы выглядят то есть их видно ну что видите я как девочка в общем-то рослая метр семьдесят пять до ушки большие и когда маханьки сережечки она как-то вот не туда не сюда знаете их не особо видно и как того ну так знаете а эти сережечки они побольше размером вот и выглядят более так сказать и солидно но в то же время на можно носить на каждый день дизайн чем-то похож на мои вот эти серьги с гранатом но там просто гранат а здесь как вы можете видеть до 9 планеток то есть 9 камушек 9 камушков разных цветов которые курируют планетки и плюс в таком дизайне короче я их увидела думаю блин какая красота хочу все однозначно покупаю разочарование то что те купила которые похожи только поменьше и без дополнительного дизайна но я подумала ничего страшного серебро все-таки правильно во первых можно либо продать либо невестки насти подарю если ей понравится вот либо кстати тоже использую в ритуале для предков так что думаю ничего страшного зато вот эти классные и они стоили девочки 1250 рублей то есть вот вот эти серьги до 2 штуки то есть пара вот этих серег стоило всего лишь 1250 рублей поэтому еще вам мне наверно скидку сделал судя по всему ну я уже его давно знаю много всегда что-то у него беру ну как много ну брала для себя там для клиенток которые что-то заказывали мне всегда 100 200 рублей всегда скидки делал и в этот раз тоже сделал ну и скажем так достались они мне за 1250 рублей но я подумала что за 1250 рублей они такие знаете девочки тяжеленькие тут грамм 5 наверно точно есть ну что вот этот круг даже вот такой ну толстенький такой плюс натуральные же камни здесь а вот то есть они такие знаете вот смотрятся так это добротненько так ну то есть видно их ну сами видите да то есть вот всего лишь 1250 рублей так что я думаю это выгодная покупка плюс потом до набрала такого серебра уж такие маленькие какие-то всякие сережки такие нелепые тоже набрала чтобы не для ритуала делать уж мне каждый месяц надо делать и каждый месяц надо мне у короче вот так девочки так давайте попробуем тушь время как всегда темнее тоже девочки первый раз когда я ее увидела открыл боже какая красота за 150 рублей потом когда я ее открыла очень туго шла кисточка то есть вот этот ограничитель там видать маленькое было отверстие я ограничитель чуть подрезала сейчас хоть более-менее легче шло кисточка хорошая силиконовая девочки но она очень очень густая очень густая так по ходу надо сейчас поддевать лампу очень густая что даже невозможно вот ею прочесать ресницы вот и вот когда первый раз я пробовала я не могла их даже прочесать и толком накрасить и я подумала то ли ограничитель меняет то ли там тоже вся засохла но от ограничитель я подрезала пахнет яблочком то есть запах приятный не испорченный пахнет яблочком девочки давайте попробуем накрасить хочу вот ну ну вот короче надо другую кисточку я так полагаю все равно она какая то ли она густая то ли она сама уже подсохшая пахнет приятно девочки прям таким яблоком пахнет в общем девочки тушь хотя я когда подрезала даю я смотрю там тушь есть но то ли она густая то есть густая тушь да еще и кисть такая плотно набитая сейчас я девочек возьму лампу надеюсь нам она прослужит хоть какое то время сегодня видео я не думаю что будет долгим хотя не знаю как понесет меня мой дельта план ментальной девочки прикольные серьги да то есть они более такие инди ну как бы интересные и нового графа шуте такие как детские знаете были а ведь и более уже так солидненькие вот короче девочки тушь исполнена красиво все классно прям добротно как будто она там подрезала видите даже подрезав ограничитель очень кисточка плотно набита вот то есть ворс то есть очень такая густая кисть и она не заходит между ресничками не может вот вообще она ну не красит просто от елозит гладит но невозможно накрасить девочкой девочки не может невозможно накрасить надо видать ее как-то разбавлять водичкой может быть эту тушь и брать просто кисть с другой тушь и где более редкие вот эти зубчики расчески чтобы они могли заходить чтобы они могли заходить между ресничками их прокрашивать а я так надеялась смотрю дула боже такая красивая упаковка все так красиво 150 рублей думаю муж я нашла какую-то классную индийскую тушь которую можно закупить и с собой в россию взять нет девочки придется мне только из-за туши ну я шутю конечно на ехать в россию и опять закупать за туши там в россии потому что с косметикой в индии конечно я даже думаю что это тушь может быть хорошая но кто и слишком густая то ли вот реально кисть просто не то не девочки вообще не красит ухо слошь гладит короче слава богу что всего лишь 150 рублей да ну не так много но как говорится да обидно что 150 рублей не так жалко выкинуть хотя денежки всегда жалко выкидываются да ну все равно же как бы это наш же энергетический ресурс ну все равно это лучше лучше если бы она стоила 500 и потом вот такая фигня дошла на даже не но не красит не разделить ну то есть вообще она не может войти в реснички их прокрасить было бы обидней 150 рублей конечно не так обидно но все равно почему она не воняет ничего ну чтобы там она была испорченная это я подрезала короче девочки буду брать другую щёточку у меня вот эвелин другую щёточку там она более редкие зубья и чуть-чуть может быть разбавлю водой а чем еще можно водичкой наверно разбавлю может она густая короче девочки все красивое но разочарование раньше я не видела этих тушей в магазинах это видать только завезли каши не так прям кучкой лежали вот видать их завезли ну ладно попробую разбавить водой девочки так ну и не что давайте поговорим да на вопрос когда же это все закончится девочки я вам сейчас кое-что покажу если у меня интернета на телефоне потому что у меня на интернете тоже там детям писала звонила арджуна естественно звонил на телефоне практически интернета нету но если сейчас его хватит кое-что вам покажу а потом мы с вами вместе подумаем над этим вопросом потому что я то ответ уже дети громыхают скоро скоро депавали девочки и мы вместе ну как бы да те кто будут смотреть сами подумаете над этим вопросом закончится когда это или вообще не закончится и почему не заканчивается и кто как говорится провоцирует это все чтобы это не кончалось понимаете я была в шоке девочки честно скажу я была в шоке когда я это увидела я никак не ожидала я понимала я знаю я вижу по фейковым каким-то новостям в инстаграме в соцсетях я вижу что люди людей на украине очень хорошо зазомбировали страшнейшую русофобию сделали вот страшнейшую русофобию просто на пустом месте зазомбировали людей специально чтобы они потом согласились грубо говоря да на вот эту войну на вот эти все бои без правил на вот это все я щас вам покажу один момент как на данный момент и а при этом когда я там писала кому-то да в инстаграме что вас зазомбировали алё очнитесь мне отвечали ты дурна че в тебе воши цевы там расшисты там зазомбированные да вы там ну короче девочки даже не хочется повторять всякие гадости девочки у нас в россии я вам клянусь я ни разу не слышала чтобы хоть против какого-то народа и тем более людей с украины ну что украина это украинцы это не другая национальность как сейчас им это втюхивают украинцы это не другая национальность так же как и белорусы это не другая национальность мы все славянский народ просто в силу вот истории да на бумагах юридически очертили скажем так границы эта территория называется русская федерация это белоруссия это украина но по факту по этносу мы у нас славянский народ понимать мы славяне а в древности у нас всех называли русы ну может быть из за за русого цвета волос да там русы нас всех называли русы слово украина появилась во времена революции ленин и вот эти все власти которые тогда были эту территорию россии поскольку она находилась у края назвали украина ты откуда с украины ну то есть я с краю украина это не отдельная национальность ну националисты да что сейчас пропагандируют что мы ничего общего со славянами не имеем что мы вообще там какая-то отдельная нация воины света прям там светлые белые пушистые эльфы именно агрессию агрессию направляют да вот эту русофобию пропаганду агрессию направляют не против какого-то народа а именно против именно вот этой против своих же славян которые живут на территории да как бы как это записано в конституции на территории России хотя мы все славяне мы все русы как нас раньше называли все более того Киевская Русь наша вся эта территория я все это изучала понимаете очень изучала и в школе и сейчас вся вот эта наша территория она раньше называлась Русь и столицами русской империи был и Харьков и Киев и Санкт-Петербург и Москва ну то есть столицу ее переносили да там в разных городах Херсон Николай в Одессе кем были вообще основаны они были основаны императрицей Екатериной или там Елизаветой двести-триста лет назад слово слово просто Украина которая происходит что у края дал вообще Ленин когда была революция и тоже вот это ну как бы описывали вот эти территории ну они теперь теперь менять себя просто белой высшей расой там понимаете и вообще и просто так засрали мозг людям ну так засрали мозг людям они такое пишут в интернетах они когда взорвали этот мост да крымский они повесили баннер на площадь на главной площади в Киеве они баннер повесили с этим пылающим мостом и на фоне его люди да киевляне там фотографировались там орали кричали как они рады и счастливы соответственно девочки у меня вопрос когда это закончится вот эта человеческая тупость глупость невежество алчность маразм он может закончиться а у меня спрашивают ну ты же астролог скажи как я скажу если все весь народ находится вот таким под такой ну вот просто их зазомбировали их зомбировали вообще последние 30 лет вот с тех пор как вообще разделились вышли из состава все СССР зомбировали так потихонечку а начиная с 14-го года когда произошел военный переворот на Украине и власть захватили вот эти нацики последние восемь ну уже девятый год целенаправленно девятый год пропаганду ведут против России именно против России и кто ведет сами прямо такие вот обычные украинцы у которых половина родственников на территории Российской Федерации живут я сама родилась на Украине в Херсоне но последние 26 лет я живу в России благодаря своей судьбе да у меня две сестры на Украине четверо племянников две тетки двоюродная сестра со своими детьми а кто это все устроил западные партнеры Америка и королевская семья все им не спится спокойно все хочется оттяпать наши славянские земли и они очень классно придумали руками Украины завоевать сломать Россию поэтому говорят будем сражаться до последнего украинца ну конечно зачем свои ресурсы тратить давай лучше стравим братские народы пусть Украина воюя с Россией убьется об Россию ну и Россию подломим экономику то сё и опять сделаем из русских рабов как они всегда это и мечтают девочки вот я изучала историю я говорю я любила в детстве историю я изучала и сейчас тем более ни разу не было ни одного доказательства что Россия вот от нефига делать понимаете пошла и начала кого-то завоевать всегда пытались все кому не лень как правило раз запада раз в 100 лет раз в 200 лет ну сейчас части вот эти западные да люди у них же там земли мало вот эти там все англии и так далее все мечтают о наших землях а теперь я вам покажу один сюжет который я надыбала ну в инстаграме смотрела новости и я вот это увидела я была в шоке как можно сказать на таком вот уровне пропаганда идет вы сейчас поймете я вам сейчас покажу я специально сохранила чтобы вам показать а то люди которые с Украины когда я начинаю с ним говорить у нас русофобии нету у нас нацизма нету это вы русские все придумываете я говорю да вы что вы что слепые но они не слепые просто они в силу своей зазомбированности они не видят девочки что это просто пропаганда ну русофобии пропаганда агрессии против России но при этом говорят что это Россия агрессов то есть все наоборот перекручивают все маразм и с таким маразмом соответственно вопрос я тоже хочу задать вопрос а когда у вас закончится маразм вот когда вот этот маразм закончится вот тогда и это все кончится смотрите девочки у меня мало интернета но я надеюсь хватит давай интернет я говорю девочки у меня просто интернета мало и там они дальше начинают танцевать девочки просто топотать ногами отбивать чечетку и орать вот эти слова и в конце орать аминь это Верка Сердючка все знают этого актера да это Верка Сердючка ну и со своим вот этим ансамблем на сцене на концерте орут вот эти слова про Путина потом еще топчутся ногами ну как чечетку выбивают видите начало топотать я говорю у меня просто с интернетом ну уже его там нет да давай ну короче поняли да девочки просто интернета не хватает я просто досидела что сегодня у меня он весь закончился видите видите она там топает ногами ну то есть так вот хопачок танцует и орет вот кричит вот эти слова вместе со своим вот этим коллективом а в конце еще и слово аминь аминь говорит понимаете то есть это как ну грубо говоря как молитва понимаете коллективная на то чтобы вот для нашего Путина президента понимаете девочки соответственно у меня вопрос это верка сердючка она же не ну как бы не сама вот начала вот да на концерте где тысячи народу вот такое вытворять на сцене правильно она не сама соответственно с разрешения да девочки у меня уже все там соответственно с разрешения руководства да ну кто там организовывает этот концерт да то есть с разрешения властей местных соответственно вопрос если местные власти разрешают вот такое вытворять на сцене вместе да всем вместе орать такое пожелание президенту страны еще при этом вот это танцевать гопачоке и орать аминь у меня вопрос понимаете вот люди мне задают вопрос ну скажи когда это закончится ты же астролог что мне ответить если идет вот такая пропаганда людей на концертах вот украинские артисты орут вот такие кричалки и и пару дней назад я натыкаюсь на интервью берут у данилка да берут интервью и говорят а вот мы слышали вот недавно у вас был концерт и вы вот там кричали пожелания вот такие путины он сидит улыбается ой да это я придумал новую оскорблялочку для путина мужику за 40 лет девочки он работал в россии зарабатывал свои миллионы где благодарность и вы говорите когда это закончится девочки если люди будут такие невежественные неблагодарные если они будут не понимать вообще всего короче вообще себя всего и как правильно жить в этом мире это никогда не закончится это никогда не закончится почему вы думали что это кто-то должен закончить каждый в своем сердце в уме должен это закончить потому что если в голове есть нацизм если в сознании есть нацизм он проявится рано или поздно и во внешней жизни потому что наша жизнь есть отражение нашего сознания и если в сознании есть высокомерие гордыня Вот такое хамство по отношению к другим людям, тут даже не важно, по отношению к России, к другим национальностям, нам не знаю, это никогда не кончится. Тем более, учитывая, что сейчас Кали-Юга, я на всех своих лекциях, этих видео говорю, что сейчас Кали-Юга, у каждого человека на земле минимум 75% чёрной кармы. Соответственно, и жизнь будет такая. А чтобы жизни такой не было, надо работать со своей кармой, то есть специальными средствами нейтрализовывать эту карму и, соответственно, учиться уважать. Я не говорю там о безумной любви, но уважение, оно предшествует любви. На мой взгляд, любовь это и есть уважение к человеческой природе, к человеку другой расы национальности. Он такой же человек, как и ты. Девочки, поставьте того же украинца и русского и белоруса. Мы на генетическом, мы все там родственники, это мы все одна родовая. Понимаете? Более того, мы все славяне, мы один народ. У нас этнос один, у нас набор этих хромосом, вот эта вся генетика славянская. Поставь украинца и русского, вы ж не различите вообще. Но чтобы различать, они придумали мову. Щеру украинскую мову, на которой они орут про Путина. И главное, такие же слова. Я же сама росла на Украине. Во всех городах на Украине, девочки, все разговаривают на русском языке. Но с легким диалектом, шокают и хакают. Этой мовы, которую сейчас пропагандируют, ее не было. А сейчас там такие слова понапридумывали, так перековеркали. Более того, там половину слов взято из польского. То есть взяты из тех регионов, западных, вот западная Украина, да, она же прилегает там к Польше, к Венгрии, к румынам, к молдаванам, к этим мадьярам, там гуцулам и так далее. Понимаете, там все языки, слова, они же перемешиваются. Потому что когда мы у края где-то живем, граничим с какой-то страной, это понятно, что язык перемешивается, что люди общаются. Так более того, знаете, что заявляют сейчас вот эти всевластики нацистские, что, а, им это, запад говорит, что украинский язык и украинская нация, это новая нация, и она выведена в австрийском генштабе. А у меня вопрос. Олесия Украинка, Тарас Шевченков и другие художественные деятели литературы, они знали об этом? Вот понимаете, настолько откровенная брехня, чтобы зазомбировать людей, типа, вы крутые, вы лучшие, да, там, ну, типа, вообще, и у них такое высокомерие, у этих зомби, такое высокомерие. Если бы вы видели, как они вот ведут себя в том же инстаграме или те же беженцы, ну, я думаю, многие уже сталкивались, это же из нормального народа, хотя украинский народ всегда был дружелюбный, щедрый, действительно, да, с хорошим чувством юмора, веселый, да, ну, то есть такие люди как бы всегда были. И посмотрите, что, можно сказать, за последних 10 лет, а больше сказать, да, за вот эти 30 лет, как они, ну, как вышли, все же захотели разъединиться. Вильни-то незалежный, вильни-то незалежный. У меня вопросы, где ваша воля и где незалежность и к чему она сейчас всех вас привела? Вильни-то незалежный. От кого вильни-то незалежный? Где, где, если страной правит клоун, марионетка, которого просто наняли сыграть эту роль, думают, а, шутит хорошо, народ его любит, пойдет, да, можно взять. Платят ему зарплату, миллиарды в месяц. Это же уже ясно, это уже все это знают. Вот этого продажного клоуна поставили на роль президента американцы, да, и эти западники. Они повесточку ему диктуют, что ему делать. Девочки, видео получается как политинформация, но какой вопрос, такой ответ. Когда все это закончится? Так вы сами устраиваете, как это может закончиться, если артистам дают задание на концертах орать вот такие оскорблялочки. И люди подпевают, орут, радуются. У меня вопрос, вы забыли про Бога, вы забыли, что есть бумеранг, что закон кармы, да за то, что он так вытанчевывает и кричит вот эти слова, да у него язык отсохнет и ноги в том числе, понимаете, девочки. Тем более, это оскорбление президента. Вот у нас Путин, он имеет варну президента, то бишь кшатрия. У него варна кшатрия. У Зеленского варна шудры, потому что все люди, которые занимаются так называемым творчеством, певцы, музыканты, актеры, в ведических письменах, это класс шудр, это варна шудр, самый низший класс. Им никогда не давали управление государством, потому что вот, пожалуйста, к чему. Потому что это самые продажные, тем более в Кали-Югу шудры, это самые продажные люди. Посмотрите, что они вытворяют на сценах и говорят, это звезда, это культура. Вот это звезда, это поведение звезды, это культура. Культуру в массы, вот это шудры такое вытворяют в Кали-Югу, девочки. И в ведах говорится, самое страшное это оскорбление. Карма за оскорбление приходит очень страшное. И чем выше человек по кармическому статусу, чем выше человек по варне, тем страшнее будет в кавычках награда за это оскорбление. Вот это шудра выплясывает и кричит на кшатрия вот такие оскорбления. Понимаете? Это хорошо, что Владимир Владимирович Путин очень сильная личность, и психологически в том числе. Он знает свое дело, да? У него есть опыт, он знает свое дело, все. Он знает, что правда на нашей стороне, что мы сейчас воюем и не захватываем Украину. У нас полно земли свободной, нам есть где жить всем в России. У нас он тысячи национальностей живет. Ну, нормальные люди понимают, что это идет борьба просто с нацизмом. Потому что эти нацики в Саларейхе на Украине уничтожают своих же украинцев, которые вдруг там где-то заговорили на русском языке. Или там книжку где-то он продал на русском языке. Вешают их на комбайнах, которые им Россия дала. Это что такое? Это не нацизм? И они... Нет, это не нацизм. С каких это пор человеку запрещают говорить на том языке, на котором он знает? А почему вы англичанам не запрещаете говорить в Украине на их английском языке? Французам, немцам там. Почему вы именно русский язык запрещаете? Хотя вся Украина говорит на русском. Более того, те, которые гнобят Россию, они ее гнобят на русском языке. Понимаете, какой зомбеж? И вы спрашиваете, когда же это закончится? Девочки, с таким маразмом. Мальчики, девочки, кто-то меня будет смотреть. Это не закончится никогда. Вот вам показатель калиюги. Вот эта деградация. Деградация сознания. Чем более деградированное, невежественное сознание, тем больше на земле будет такой хаос. Поэтому это, поскольку калиюга идет к завершению, это не прекратится, девочки, никогда. Понимаете? Не прекратится. Может остановиться там на пару лет, чтобы передохнуть. А потом опять начнется. Когда прекратится, девчата? С 14-го года, с момента переворота вот этого на Украине, да, с тех пор, как западники взяли эту власть и просто назначали марионеток, да, украинских. А сами ими руководили там, чтобы... Америка, Америка, Пентагон, НАТО, хозяин Украины. А то такие вельни, да, незалежные. А на самом деле НАТО, НАТО уже 9-й год рулит на Украине. И как рулит? Втюхивая вот этот нацизм, стравливая народы. Потому что хочет, хочет добраться до России за эти территории и так далее. чтобы наконец-то получить. Поэтому Путин, это... Он просто сейчас спасает не только Россию, а тех же даже украинцев и весь мир от этого фашизма. И они вот такое кричат. Я говорю, я когда девочки вот это увидела, я день не могла прийти в себя. Я знаю этого Данилка, ну, эту Верку Сердючку. Талантливый парень, в общем-то. Я никак не ожидала, что он вот дойдет до такого, понимаете. Это ж надо какой продажной тварью быть, понимаете. Каким тут... Ну, девочки, у меня слов нет. Я говорю, я день вот у меня вот это крутилось, я не могла отойти. Понимаете, вот за 9 лет из украинского... из людей, которые живут на Украине, сделали вот такое невежественное быдло. Ну, когда им что-то прилетает, да, вот как сейчас там налеты на Киев и так далее, все кричат, за что? За что? Шо мы так изробелы? Ну вот, вот шо вы изробелы. Я говорю, жаль, нету интернета, чтобы вот это все показать. Слушай, видите, оно... Ну, я говорю, у меня просто уже интернет закончился на сегодняшний день, мой там лимит. Поэтому, понимаете, люди, каждый на своем уровне должен работать со своим сознанием. Сейчас попробую еще раз, может, что-нибудь будет лучше идти, чтобы до конца увидеть этот ролик. Ну, он там 30 секунд. Ну, мне, наверное, не получится. Ну, видели, да, она там топчется, топчется, вот это орет, орет, а потом в конце аминь. Нормально? Еще и аминь поворачивается, говорит язык. Ну, и как вы думаете, какая карма может прилететь? И на слове «какая карма может прилететь» у меня падает телефон. Как ними-то, как в доказательство, понимаете? Вот упал телефон, хотя я его даже не задела рукой, он сам свалился. Какая карма может прилететь? И этим людям, которые так орут, и этому непосредственно, этому Верке Сердючке, и этому всему народу, который поддерживает. Какая карма может прилететь? Когда эта карма, ну, когда все это кончится? Ну, вот сами подумайте, когда все это кончится. Вот это кальюжные люди, вот прям, понимаете, вот быдло, невежественное быдло, которое вообще не понимает, кто он, что он, зачем он. Плюс в невежестве, плюс коверкают историю, брешут так. Америка сейчас говорит о том, что это она, оказывается, победила в Великой Отечественной войне. В Америке, там, на главной где-то улице, в Вашингтоне, повесили баннер большой, что это мы победили Гитлера в Великую Отечественную. То есть вот все перевирается. Вот кальюга, она и переводится, все наоборот. Вот, понимаете, и то, что вот эти нацисты вытворяют со своим же украинским народом, то есть они зомбируют, а тем, кто не зазомбировался, ну, в силу, там, крепкой психики или просто не смотрят телевизор, там, или еще что-то, вот, понимаете, они просто этих людей уничтожают своих же. Ну, Бендера, да, они же поклоняются Бендере. А вы хотя бы изучили, кто такой был Бендера? Вы хотя бы изучили? Да вообще люди изучили, кто такой Бендера? Это просто недочеловек был, который служил в нацистской, прислуживал нацистской Германии, убивал своих же украинцев, 250 тысяч этих евреев и так далее. Ну, такое чмо, понимаете, неудачник, понимаете, который хотел, закомплексованный такой неудачный мужчина, который хотел хоть как-то себе там, ну, свои комплексы, да, как бы, отыграть. Он был прислужником в нацистской Германии, расправлялся со своими же людьми. И что мы видим на территории Украины нынешней? Это герой. Его, да, и гимн. Батько наш Бендера, Украина маты. Это что такое? Я вообще, я в шоке, девочки. Поэтому, друзья, призываю вас очень беречь своё сознание, свой мозг и думать, думать своими мозгами, изучать историю, как говорится, и своего народа, и своей страны, и каждый работать со своим сознанием. И чётко понимать, что за каждое наше действие, за каждую нашу даже речь, нам прилетит бумеранг. И потом не удивляться. А то все ищут виноватых. Вот так же, как они. Россия виновата. Россия, весь Запад. Вся Америка там, да, Украине вот все эти годы навязывали. Россия, это проблема. Россия, это враг. Россия, то Россия себе живёт вообще даже не в курсе об этом. А на неё все гонят. А почему? А потому что боятся. Во-первых, боятся. Во-вторых, они же все зависимы от той же России. От наших ресурсов и так далее. Посмотрите, что сейчас происходит в той же Европе. Был недавно митинг в Италии, тоже смотрела новости. Итальянцы идут, держат огромный плакат, и на нём написано «I love you Gazprom». Мы любим Россию, мы любим русский Газпром. Холод и голод, как говорится, не тётка, да, девочки? Все, это же западная психология, мы все индивидуальны, у нас у всех личное пространство. Вот это нынешняя кальюжная психология, которая просто пудрит мозги людям. Личное пространство, мы все индивидуальны, все разделяемся, разделяемся. Девочки, мы не можем быть индивидуальны, или там незалежны и вильны. Мы все кармически связаны. Мы все кармически связаны. А славянский народ, которых, да, в силу территориальных вот этих вещей, сейчас называют белорусами, украинцами, русскими, ну, что так названы территории, не национальности, а так названы территории. Мы вообще все связаны. Мы все связаны. И кармически, и кармически со своей родовой. Поэтому, если родовая карма накапливается очень плохая, веды говорят, на этой территории 100% будет война. и она есть. Вот своих же, своя же родовая себя же уничтожает. Если на... Вот веды говорят, чтобы на земле были войны, надо два условия. Негативная накопившаяся родовая карма и поедание и убийство живых существ. Ну, в Украине, сами знаете, мясо едят, аж за ушами. В каждом доме пенек с топором стоит, чтобы забивать животных. В каждой... В каждом дворе, в селах. Ну, а в городах, на рынках сало просто горами. А сало, оно притупляет сознание. Вообще, убойная пища, она притупляет сознание. Человек, если он питается вот такой убойной пищей, он сам становится зверем, тупым животным, которого легко и зазомбировать, и наркотой стравить, и всем чем угодно. Человек не думает. Он просто вот, знаете, как вот животным становится. Излишняя, естественно, будет агрессия и всё остальное прочее. Потому что, если человеку, плюнуть, да, свинью замочить, так ему будет плюнуть и человека убить, тем более с такой пропагандой. Понимаете? Поэтому, друзья, призываю вот всех, ну, дело ваше, конечно, но, как говорится, потом жаловаться в парикмахерскую. Но я говорю, призываю вас, во-первых, беречь своё сознание. Вот, вот какой-либо там пропаганды, если там есть уже какие-то агрессивные нотки, да, и если в этой пропаганде кто-то говорит, что вот кто-то плохой, да, и вы видите там гордыню, лицемерие, там какое-то высокомерие и так далее. И плюс работать со своим сознанием. И начать надо это с питания. Потому что питание нам даёт жизнь. А вот какую жизнь, вот тоже будет зависеть от питания. Работать со своим сознанием, со своей кармой и работать со своей родовой. В очередной раз повторяю. Понимаете? Я вот родилась в Херсоне, в Херсонской области. Я работаю со своей родовой уже очень давно. Какой результат? Херсонская область сама попросилась в состав России. Николаев, Одесса тоже хотят. Ну, я родилась в Херсонской области, а потом мы переезжали. Мама выходила замуж там, да, второй раз. Мы переезжали в Николаевскую область. Ну, получается, что вот эти наши две области, они прям, вот знаете, вот одно село, это Николаевская область, через мост, через речку переходишь, другое село, в которое я ходила в школу, там уже Херсонская область. И сейчас там как раз это, эти территории, Снегирёвский район, Николаевский, это всё присоединяется, ну, присоединили к России. Вот, пожалуйста, я лично работала со своей родовой. 49 поколений предков влияет на нашу родовую. Я работала и работаю со своей родовой. Как говорится, серебра даже не жалея. Ну, там много разных ритуалов. Ну, я просто сейчас практикую новую, очень мощную тантрическую паю, которая повышает кармический статус родовой, финансовый статус родовой. Вы понимаете? Вот. И там просто нужно, да, как бы серебро. Я её начала практиковать в апреле месяце этого года. Другие паи я раньше ещё делала. Вот, пожалуйста. И именно эти территории, именно эти территории сами попросились в состав Российской Федерации. Более того, у меня там, на этой территории, есть моя земля. Моя земля. Понимаете? Моя земля там есть. Они присоединились к Российской Федерации, потому что я ещё думала, блин, у меня там земля. Я её думала, либо дальше в аренду сдавать, либо её продать. Потому что, думаю, я живу в Подмосковье. Земля моя там, на Украине. Чтоб на эту Украину ездить, во-первых, далеко, во-вторых, тоже за гранд-паспорт, плюс вот эта вся русофобия, плюс цены вообще мизерные, да, как бы, просто чтобы все скупили. Украина уже давно распродана. Кстати, вы знаете, что Украину уже давно распродали. Особенно вот эти земли. Ну, где там западное, северное. И просто выбивают, уничтожают народ. Их зазомбировали и просто отправляют как жертву, как барана на заклане. Я даже видела новости, где очерчены, что вот этот кусок купили вот эти, вот этот кусок купили эти. Понимаете? И у меня там есть несколько гектар земли. И я очень рада, что именно эти территории сейчас присоединены к России. И когда более-менее это все закончится, да, и я смогу нормально поехать в эту свою Херсонскую область, я просто там ту землю просто продам. Я ее не буду там держать. Потому что держать землю, которая граничит, да, если она будет граничить там с каким-то другим государством, враждебно настроенным, ну, в таком месте лучше не держать. Я ее просто продам. что-нибудь в России возьму. Или даже здесь, там, в Индии или в Непале. Ну, посмотрим, как дела пойдут. Ну, факт остается фактом. Понимаете? Что я вот работала лично с родовой и работаю. Ну, что это наша обязанность. Понимаете? Это наша обязанность. У нас, как только мы рождаемся, у нас долг к своим предкам. Долг. Что дело должно... Мы плод нашей родовой. И мы обязаны их кормить, скажем так, посредством вот этих ритуалов для предков специальных. Специальных. И они должны быть правильные. Те, которые в ведах написаны. Правильные. А не те, которые сейчас там в интернетах гуляют. Ну, ты как почитаешь этот ритуал, кажется, боже, сборная солянка. Такое на придумывали, такое на пихали. А человек же может делать. А потом говорит, ой, не отделал. Ну, только что-то результата нет. Конечно, если это неправильно, там не будет результата. Надо из авторитетного источника брать знания, а не просто нагуглить в интернете. И выловить там непонятно что. И хорошо, если да, не будет просто никакого результата. А если там будет вообще какой-то левый непонятный, что там будет, и вы тем самым еще и ухудшите ситуацию, как у меня была одна барышня. Жертвовала для родовой алкоголь. Это вообще пипец. Алкоголь – это один из употребления интоксикации, один из пяти величайших грехов. А она для родовой его жертвовала. Это пипец. А она говорит, а мне так шаманка сказала. Ой, господи. Когда человек что-то делает, какие-то такие, да, средства, да, там, скажем так, ритуалы, упаи для изменения кармы, для родовой, для своей личной, там всегда положительный результат. Всегда положительный результат. Если результата нету, значит, либо вы что-то неправильно делаете, либо это липовый какой-то вам кто-то там липу какую-то подсунул. Ну, ладно, девочки, не хочу больше тут распинаться. Это... Потому что я начинаю, как говорится, заводиться на вот эти все эмоции. О чем мне заводиться? Я и так все это уже давно знаю, все это передумала. Вот. Более того, вот родовая была, мне мама приснилась, сказала, что Украина проклятая земля. И люди здесь проклятые, и земля проклятая. Мне мама сказала, вот когда была неделя предков, каждый день на протяжении 14 дней я вот кормила родовую. Мне мама на седьмой, на шестой день она мне приснилась. А мертвые, они не врут, понимаете? И судя по тому, что сейчас происходит на Украине, и как украинцы зазомбированные себя видят, девочки, у меня места, видать, не хватает. И когда место заканчивается, просто вырубается запись. Ну, только странно, у меня было место на телефоне, на записи, куда оно делось, ну, для записи, я же записывала всегда с этого, куда оно девается, это место, вообще непонятно. Я уже чистила, удаляла все ненужное, вообще непонятно. Ну, короче, девочки, видите, надо закругляться. Конечно, когда люди живут так, когда их зомбируют, когда разворовывают все государство, это что? Конечно, это проклятие, мама права. Конечно, она проклятие. И она мне во сне сказала, надо уходить из этой земли, она проклята. Вся эта земля проклата, все люди прокляты, надо уходить из этой земли. Конечно, прокляты, потому что, а кто делает эти проклятия? Кто? Россия, что ли? Россия себе живет, да и все. Сами люди делают своей жизнью, убийством, поеданием животных, предательством, своей родовой, своих родственников, принимая нацистскую идеологию. Блин, что все забыли 45-й год, ну вообще, Великое Отечественное, что все украинцы забыли? Таким там новую историю втюхивают. Бендеру этого ставят во главу, в угла там, просто молятся на него. Это ж пипец какой-то, ну полнейшая пропаганда нацизма. Так это и есть проклятие. А кто проклятие-то делает? Вот люди всегда ищут виноватого, что где-то кто-то их там проклял. Девочки, человек сам, своей жизнью, своими действиями, словами и так далее. Проклятие, вот эта Верка Сердючка, она себе проклятие уже заработала. Такие оскорбления, да еще президенту, к шатрию, человеку, который намного выше ее по кармическому статусу. Она уже вот этим самым действием вот так и зарабатывается проклятие, девочки. Вот эта Верка Сердючка и все, кто ей там подпевали и хлопали в ладоши, вот они заработали себе проклятие. А потом удивляются, что бумеранг летит. Так вы сами себе зарабатываете. Девочки, ну я выговорю, я не имею в виду лично вас. Я знаю, что меня смотрят большинство нормальных, адекватных людей. Я просто, ну образно, понимаете, да? Вот. Ну ладно, девочки, а то сейчас опять слетит, потому что время там мало, я опять включила, там видать чуть-чуть еще есть мегабайтов. Ну все равно сейчас пять минут, и оно слетит, видео, я уже знаю. Поэтому эти два кусочка я склею. Интернета нету. Как только доберусь до интернета, девочки, сразу загружу это видео, ладно? А сейчас у нас, как я уже сказала, сегодня у нас 21 октября, вот, завтра 22. Завтра мне 48 лет, девочки. Хи-хи-хи. Как говорится, не особо много, ну и немало. Ну старости я вообще не чувствую, ни психологически, ни физически, я вообще не чувствую никакой там старости, там, или еще чего-то, честно, девочки. Ну все, всех обнимаю, целую, до новых встреч в эфире. Всем очень благодарна, кто меня смотрит, поддерживает, комментариями, лайками, донатами, все, кто подписывается, все, кто отписывается, тоже ничего страшного, как говорится, нас мало, но мы в тельняшках, да, девочки? Вот, мой канал для умниц, красавиц, для разумных людей, которые способны как-то думать и идти, хотя бы пытаться идти по духовному развитию, по духовному пути. Поэтому все, кто не в теме, те отписываются, а те, кто, кому нравится эта тема, то все, мы все вместе, правильно? Вот, все, девчата, всех благодарю за все, за донаты, за ваше внимание к моим видео, вот, так что, если, заключение скажу, если вы хотите, чтобы все это закончилось, должна произойти трансформация сознания, карма меняется, если меняется сознание, это закон, понимаете, а если в сознании будет нацизм, фашизм, непринятие другого человека в любом его проявлении, то это все будет продолжаться, продолжаться, понимаете? и войны будут все чаще, 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 поэтому все в наших руках, дорогие мои, ну все, покидова, пока, мои хорошие, gemeinsame, потому, и до сих пор,